здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика я продолжаю вязать модели вот эти вот с этого журнала шикарного шикарный шикарный журнал итальянский я в прошлый раз сказал испанский меня там по правилам я не знаю ни испанского не итальянского поэтому мне простительно значит вяжем мы вот такое пончо она у нас основана на это из серии очень легко и просто при том легко и просто с использованием всех остатков вот смотрите у меня модель вот такая вот я вам просто показываю я достала в этом оттенке всю пряжу все остатки там по клубку по два по половинке остатки и вот намиксовала вот такое вот пончо у меня получилось я сейчас вам покажу как это вяжется на мини версии чтобы вам было хорошо видно и потом мы это все дело соберем вот и объясню по поводу как как там размер подкорректировать и все вот это остальное но самое интересное что здесь не нужно рассчитывать вот эти вот ширину пола сдает длину вот эту полосы это все идет насколько как бы произвольно вот она вяжется отсюда с этого угла и вот таким вот образом вы просто подставляете нити какие у вас там одни закончились другие подставили там туда вязали вырезали третью поставили вот я скомбинировала вот так вот у меня было 3 4 5 6 по моему разных нитей вот и ушло у меня где-то 700 граммов общей сложности нет ни 700 150 до 700 граммов девчонки где-то ушло у меня этой пряжи в общей сложности на вот это вот мою пончо так и посмотрите меня даже ногти подходят по цвету подниму как я как я умудрилась так ладно поехали дальше вяжется это форме платка вот она схема я вам сейчас схему предоставлю на весь экран значит вот такой треугольник получается но у меня что-то не получил хотя пола получился наверно угол вот этот вот да получился я вам сейчас мы свяжем я вам расскажу в общем схема размера 170 ширина 80 высота получается но это не факт это зависимости от вашего размера да и вот она схема самого вязания схему я тоже сфотографирую и вам увеличена весь экран выведу вы ее за скриньте вот то я думаю она вам не нужна тут важно начать вот начало далее она все идет вот эти добавления автоматически там уже там она вам не нужно будет все вяжется очень просто начинаем с того что 4 5 набираем 6 петель 2 3 4 5 6 первый ряд вяжем лицевыми петлями вяжем платочной вязкой то есть одни лицевые петли вплоть до кромочной кромочную даже тоже лицевой петлей далее второй ряд тоже лицевые петли здесь вторых рядов нет то есть подразумевается лицевые петли количество как бы номер спиц толщина пряжи все не имеет никакого значения можно эту вещь сделать летнюю из тонкой пряжи и хлопка можно и сделать зимнюю теплую это все абсолютно легко и просто делается то есть все адаптируется очень просто третий ряд 2 лицевые но я тут как бы и считаю кромочную 1 петля 2 петля далее накид 2 лицевые накид 2 лицевые 2 петли 4 ряд по узору лицевыми петлями 5 ряд 3 лицевые ну то есть 2 лицевые кромочная 3 петли накид 2 лицевые накид 3 лицевые начали это просто снятая петля и 2 лицевые шестой ряд лицевые петли седьмой ряд 2 петли 1 снятая 1 лицевая накид 2 лицевые накид 2 лицевые накид 2 лицевые накид 2 лицевые восьмой ряд по узору 9 ряд тут уже идет одинаково одну петлю снимаем одну провязываем накид далее да вот это его центральная регланная линия сейчас 4 лицевые накид вот она идет по центру регланная линия 2 лицевые накид 4 лицевые накид 2 лицевые то есть дальше мне можно вами не показывать вот она схема запоминаем изнаночный ряд все лицевые петли в лицевом ряду крайние 2 накид последние 2 накид по центру 2 петли и по бокам отнимать то есть вот мы вяжем отсюда и накиды у нас идут вот здесь вот и 2 петли до края и по центру 2 петли и от от этих двух петель по бокам накиды все вся система и вяжем до того момента когда у вас длина вот это будет 80 сантиметров а ширина 170 вот девчонки вот он мой такой платок получился огроменный если вам нужен больший размер вы можете вязать больше размер сейчас я вам на манекене покажу как бы тут что удобно что вяжется вот с этого угла с центра и на увеличение и очень удобно как бы потом подгонять размер вот 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 у меня какой треугольник да сейчас на манекене мы я с булавочками вам покажу что будем делать дальше так теперь смотрите что мы делаем вот мы вот если этот платок одеть на манекен вот сзади у нас получается вот это будет три главная линия что я делаю я вот правый конец завожу на нее прям положу и вам еще это конечно все покажу сейчас отрежу кусочек треугольничек и покажу маленькой версии как бы что куда зовут пинке и просто мне нужно показать чтобы вы поняли что куда крепится вот это самый сложный момент то есть вот это рекламная линия идет у нас по спинке мы сюда к ней смотрите прикрепили угол потом мы его просто пришел и далее смотрите по плечу я и соединяем и соединяем то есть вот это у нас уходит на плечо кусок этой штукенции еще должна сказать что вот этот край нужно чуть-чуть 3 посадить смотрите здесь вот присобрать эту часть по спине не будет растянуто то есть вот это же не не растягиваем это место наоборот его чуть при присобираем видите что вот это платочная вязка здесь у нас не тянула не растягивалась так здесь тоже самое у досюда здесь уже нет не нужно приспал и посаживать здесь уже все естественным образом вот как ложится отпусти ложится только по линии плеча вы можете не булавками это делать сейчас делать а проликой вот или нас на себя возьмите прям наметывайте вот сюда у нас уйдет этот угол и все достаточно вот я думаю так вот оно я думаю понятно центральная линия реклама я сюда прикрепила этот угол здесь вот эту линию чуть при посадила эту часть чтобы платочная вязка не выглядела вот так вот растянута на только до плеча далее все ровно гладко как ложится и все теперь мне еще нужно будет вот эту вот часть сделать как горло глину сейчас я вам все покажу так теперь я буду сшивать теперь значит все как я говорила вот здесь вот у вас будет вот такой вот аппендицитик его желательно сшить закрепить это все сделать здесь вот и начиная отсюда я вот так вот я не складываю просто булавка во рту дурная привычка моя держать булавки во рту вот я просто вот так вот как бы стык и сшиваю при этом не забываю видите у меня вот это вот часть при посадке при посадке вот таким вот образом я вот здесь вот и посаживала здесь уже у меня все ровненько дошиваю до конца вот куда я дам до булавила этот угол сейчас вам измерить примерно чтобы вы понимали ориентировочно с насколько у нас тут этот угол свободный остается так свободный угол у меня остается 37 сантиметров в общем я сшиваю чтобы вас не загружать и так вот смотрите мой шов вот так это выглядит сейчас данный момент и что получается получается что что мне нужно стянуть горловину это горловина у нас кстати что хоть и хотела сказать не рекомендую вязать это кончо и другую другим узором если будете меня не меняйте потому что потом оно должно сесть на плечи и благодаря платочной вязки она потом ребят примет форму она легко при не принимает форму сейчас сейчас вы меряете на себя либо вам вот это все дело нравится и она садится на вас либо вы сделаете так как хотя может быть и этого быть и не делала так вот это все потом в оригинале давайте я не буду ничего пока вывязывать вы знаете я поверю на себя потому что манекен все-таки меньше поэтому я оставляю так как есть единственное что я хочу вам показать вот допустим вот этот треугольник в маленькой такой в маленьком вот по центру у нас то что я вам показывала на манекене вот у нас вот такая вот деталь здесь у нас добавление вот этот вот наш треугольник и здесь у нас добавление вот эту деталь вы вяжете если нужен больше размер вяжите больше размер вы ее расширяете если вы большого размера но если честно я бы вам рекомендовала это все дело допустим простыня из простыни попробовать на себе надекорировать как бы предварительно как бы понимать чтобы предварительно понимать какого размера треугольник вам нужен то есть вот возьмите простыню сложите вдвое и вот на себе вот так вот заложите кстати закладываем каким образом значит мы берем вот этот угол да если это лицевая сторона и этот угол заводим вот сюда вот вот там видите вот это наша горловина далее по вот этому краю вы сшиваете это то что я вам только что показывала на манекене вот таким вот образом то есть ключевая точка мы берем вот мы положили это у нас лицевая сторона берем левый угол и заводим к регланной линии фиксируем здесь и уже от регланной линии мы пришиваем сшиваем эти убитали по такой вот спирали то что я вам только что показывала и уголочек оставляем открытым сколько там этот уголок тоже можно можно корректировать общем я пока оставляю завтра я это все дело хочу снять на себе я посмотрю как это сядет на мне возможно придется обвязать эту горловину но я так визуально смотрю что она как раз так так и и и и неплохо ложится а можно даже сюда вставить вот резиночку для фиксации и не обвязывать вообще я еще до завтра подумаю в любом случае я завтра это будут до снимать я еще обмозгую возьму завтра одену на себя и уже поэтому определимся что мы будем делать дальше так девчонки вот что я хочу вам сказать вот решила я одела на себя под фотографии я вам сейчас буду на себе показывать видите как она выглядит у меня конечно в оригинале там журнале не так но 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 что хочу сказать мне вот так вот понравилось и я них не захотела как бы хотя можно и попробовать вот эту горловину вот я показываю они снимаю стянуть но тут уже на ваше усмотрение я почему-то решила вот по ощущениям на себе что мне вот так вот нравится да вот когда он вот так здесь свободно смысле вот это вот висит и не обтягивает вот так вот это выглядит я решила в конечном моем результате тут чуть на тут надо регулировать в общем вот эту полосу у не она криво и в оригинале в журнале девчонки вот такая вот вещица получилось я думаю очень круто очень необычно круто использовать остатки всем и связать вот такую себе вещицу на осень весну у кого может прохладное лето если тоже как вариант может быть летняя штучка тоненькая на такой палантинчик накидочка все девчонки пишите свои отзывы свои мнения я с вами на сегодня прощаюсь с вами была века и школа рукоделия всем пока пока